ВОЛГИ С приветственным словом к участникам конференции обратился директор Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций «Информика» Александр Николаевич Тихонов. Я хотел бы от всех вас поблагодарить профессора Пусакова Александра Николаевича, директора Ярославского государственного университета, за встречу, за то, что он предоставил возможность нам проведения в университете это мероприятие. ВОЛГИ вообще это один из очень интересных университетов, скажем так, Золотого кольца, то есть центра европейской части России, с давними традициями, с очень интересными технологическими фундаментальными школами. И, пожалуй, последние 20-25 лет достаточно сильным и серьезным проблемами с информационной технологией. Но это тоже благодаря по-многому Александру Ильичу, который, будучи первым проектором в свое время университета, курировали все вопросы, связанные с развитием информационных технологий. Здесь же, в Ярославле, работает прекрасный региональный центр информационных технологий для общей образовательной школы. И Ирина Евгеньевна Васильевна, которую вы тоже видели, многие, она выступала и будет здесь выступать. Вот она возглавляет этот центр. Я хотел бы отметить серебряный знак за большой вклад в развитие информационных технологий и телекоммуникации Василия Евгеньевна. Таким же знамом, соответственно, с решением ученого совета, информики, награждается Мурамов Алексеем Анатольевичем. На этом я закончу. Доставлю слово Александру Ильичу. Мне очень приятно, что начало развития интернет-технологий, в том, что она как раз состоялась в развитии высшего профессионального образования, общего образования. От имени нашего университета я приветствую замечательных высоких гостей наших. Это действительно высокий выставок, потому что от того, какие в стране учительные и преподаватели, на самом деле зависит практически все. Я думаю, что в условиях длительной модернизации формирования нашей системы мы со временем оказываемся на передовой крае, что называется. Но единственное, что я хотел бы всем пожелать, чтобы работали передовой. В этом смысле была интересная, насколько мы действительно занимаемся новыми делами, а мы все победители всероссийского конкурса. Это очень приятно, я вас всех не поздравляю. Я желаю этой конференции успешной работы и расправки. Надеюсь, что это будет для вас приятно. Всего хорошего, всем дорогие. Желаю удачи вам. Участники конференции отметили, что современное развитие глобальной информационной сети должно привести к изменению фундаментальных основ обработки данных в нашей стране и к развитию новых информационно-образовательных ресурсов в сфере образования. На протяжении достаточно многих лет мы полагали, что самая большая проблема информатизации образования заключается в приобретении достаточно много количества оборудования. Сейчас, в прошедшие лет, понятно, что эта задача, если была сложена с финансовой точки зрения, то сейчас гораздо более сложной оказалась проблема отсутствия внедрения функционных технологий в культуру образовательных учреждений, в культуру конкретных педагогов. И вторая работа, которую выполнили участие формируса, ставшие его победителями, свидетельствует о том, что эти технологии действительно качественно могут сегодня менять процесс образования, менять его результаты. Специально для представителей образовательной системы Ярославской области был проведен круглый стол с повесткой «Первая помощь 1.0» в образовательных учреждениях. Получился ли сегодняшний круглый стол? Или он был с углами, и первая помощь нужна представителям Microsoft? Мне очень понравилось то открытое и честное общение, которое было у нас с представителем образовательных учреждений. Судя по их словам и судя по комментариям, которые были у нас на конференции на теплоходе, все-таки те пакеты, которые вошли в пакет из БППО, он очень полезен для школ. И то, что сейчас активно используются информационные технологии, без которых уже практически невозможно представить современную школу, это очевидно. Соответственно, может быть еще не до конца раскрыл весь потенциал тех продуктов, которые входят в этот пакет, в том числе из-за недостаточной подготовки преподавателей в области информационных технологий. Но мы будем над этим работать. Я так, по моим ощущениям, это было полезно обоим сторонам, и пакет из БППО не валяется просто на полке. Заключительным заседанием конференции стало мероприятие на тему «Практические аспекты развития образовательной системы Cisco Systems на региональном уровне». Какие точки соприкосновения у этой конференции и Cisco Systems? Дело в том, что вообще один из курсов, про который я говорю, то есть курс базовых знаний в области информационной технологии, он в принципе рассчитан для школ, для общеобразовательных школ. Поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы школы восприняли этот курс, начали его преподавать с нашей помощью или даже без нашей. То есть мы готовы помогать школам создавать на своей базе локальные академии, чтобы они занимались, так сказать, преподаванием этого курса. Ну, мы просто будем их, так сказать, курировать, как подобает, так сказать, региональной академии. Особенностью данной конференции стало то, что она позволила неприсутствующим специалистам 20 школ области слышать, видеть через интернет выступления участников и их иллюстративные материалы, а также задавать вопросы и получать ответы на все интересующие аспекты научно-практической конференции.